Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Инвесторы готовятся к последней неделе квартала, и истребитная пауза ФРС продолжает оказывать давление. Все внимание на прошлой неделе было приковано к заседанию. ЦБ, как и предполагалось, удержал ключевую ставку на отметке в 5,5%. На сюрпризы, в общем-то, никто не надеялся, однако у многих были определенные ожидания, что глава американского регулятора поделится какими-то важными новостями, раскроет что-то новое, скажет, что ждет впереди. Но этого не произошло, спад на рынках в основном обусловлен сигналом на длительный период высоких ставок. Все основные индексы закрылись существенным минусом, и на протяжении всей недели доминировал отчетливый негативный тренд. Временно ли это коррекция или начало долгосрочного падения? Давайте анализировать на основе результатов прошедшей недели и предстоящих событий текущего периода. Оставайтесь с нами, финансовый мир всегда полон сюрпризов. Досматривайте видео до конца и делитесь своим мнением в комментариях. Новая неделя может быть поспокойнее в том плане, что таких масштабных событий, как заседание ФРС, не ожидается. И все же оно продолжает давлять над рынками, ожидания по ставкам могут варьироваться. Рынки, как мы знаем, бывают упрямы, поэтому не исключено увеличение позиционирования на предстоящие снижения ставок. Хотя руководство регулятора вроде бы четко дало понять, что ставки должны оставаться высокими достаточно долго. Борьба с инфляцией остается приоритетной задачей. Все меняется и новые данные могут повлиять на сформировавшийся на прошлой неделе настрой рынков. В ближайшие дни внимание вновь переключится на макроэкономические данные. В США в фокусе будет индекс цен PCE, а также данные о личных доходах и расходах. Кроме того, инвесторы не обойдут стороной цифры по заказам на товары длительного пользования, окончательным данным по темпам роста ВВП во втором квартале, а также незавершенным продажам жилья и новостройкам. Под занавес недели в пятницу все три основные фондовые индекса США завершили торги в минусе. Индекс Dow упал на 110 пунктов, S&P и Nasdaq также ушли в минус, хотя и не такой глубокий. Надо сказать, что в последнюю сессию Уолл-стрит приходила в себя после бурной распродажи в среду и четверг. Общий негатив был связан с тем, что трейдерам, похоже, придется мириться с высокими ставками на протяжении длительного периода. Между тем, свежие данные S&P по индексу деловой активности за сентябрь показали смешанный сценарий. Сектор услуг теряет импульс, в то время как снижение производственной активности было меньше, чем ожидалось. На прошлой неделе индекс Dow потерял 1,7%. Потери продолжаются, если на рынках не появятся позитивные для акций сюрпризы. При сохранении тенденции инфляционного роста ФРС вновь пойдет на увеличение процентных ставок, и это не нравится инвесторам. Кстати, дополнительные риски для инфляции представляют забастовки крупных профсоюзов, требующих увеличения заработной платы, что в свою очередь может подогревать инфляционные ожидания. Участники финансовых рынков еще начинают интегрировать в свои стратегии предположение, что процентная ставка не поднимется до конца текущего года. Тем не менее, шанс однократного увеличения ставки в ноябре и декабре остается. Существует также вероятность, что ФРС решит отказаться от дополнительного повышения ставок к концу года. Заметные симптомы замедления экономической активности и потребительского спроса, а инфляционная картина начинает стабилизироваться. Тем не менее, на данный момент основной вопрос заключается на не столько возможном повышении ставки, сколько в периоде времени, на протяжении которого эта ставка будет сохраняться на высоком уровне. Главный вопрос, который волнует рынки – когда ФРС начнет снижать ставку. Эта процедура может начаться к концу 2-го или начало 3-го квартала следующего года при условии наличия серьезных экономических оснований в случае замедления экономической активности или даже наступления рецессии. Возможно, рыночные игроки недооценивают длительность периода высоких ставок. Противодействие инфляции требует не только жесткой монетарной, но и умеренной фискальной политики, элемента рынка, которые в настоящее время отсутствуют в американской экономической стратегии. Кроме того, глобальные торговые и политические изменения, усугубляющие торговые отношения, могут создать препятствия для борьбы с инфляцией. И это, в свою очередь, может вынудить ФРС сохранять ставки высокими долгом. Инфляция и экономический рост, пожалуй, будут рассматриваться рынком под микроскопом, чтобы предугадать дальнейшие шаги регулятора. Хотя ФРС исключает глубокую рецессию, новые показатели будут подвергаться тщательному анализу. Экономическая слабость – некий сигнал на скорое смягчение монетарных правил. Согласно данным за первую половину текущего года, экономика США продемонстрировала устойчивость, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия. Предварительные оценки показывают, что ВВС США во втором квартале увеличился на 2,1% год к году, что незначительно выше, чем 2% роста в первом квартале. Окончательные данные на этой неделе способны внести сумятицу в настроение, если, конечно, претерпят изменения. Аналитики продолжают наставить на том, что повышение ставки впоследствии могут привести к рецессии. Консенсус склоняется к возможности легкой рецессии в первой половине 2024 года, скорее всего, уже в первом квартале. Это может стать катализатором для понижения ставки. Безусловно, всех тревожит вопрос, что будет с акциями. Подтвердится ли прогноз роста рынка к концу недели, который выльется в предновогоднее ралли. Или все-таки начинаем коррекцию, так как весь позитив в котировках, а впереди мало поводов для оптимизма. Давайте посмотрим на примере S&P 500. С начала весны текущего года фондовый рынок демонстрировал подъем, мотивированный прогнозами скорого завершения периода повышения процентных ставок. С марта до конца июля индекс S&P 500 увеличился примерно на 20%, достигнут локального пика на отметке чуть более 4600 пунктов. Тем не менее, после июля рост этого ключевого индекса начал замедляться, с пика показатель упал более чем на 4% и теперь колеблется в районе 4300 пунктов. На прошлой неделе индекс широкого рынка S&P 500 потерял 2,8%. Стоит подчеркнуть, что значительная часть перероста S&P 500 была связана с акциями крупных технологических компаний. Существует разнообразие мнений среди экспертов относительно будущих тенденций на американском рынке. Возможен сценарий, при котором рынок вновь активизируется и начнет расти до конца года, особенно если ЦБ не представит неожиданных подарков. В этом случае после небольшой коррекции S&P может получить шанс для предновогоднего ралли. С другой стороны, существует вероятность снижения индекса S&P. Негативная динамика экономических показателей и корпоративных отчетов может привести к сокращению индекса к концу года до уровня 4200 пунктов. В рамках сценария экономического охлаждения в следующем году целевым уровнем для индекса может стать отметка 3500 пунктов. Сейчас S&P максимально близко подошел к опасной черте. Если произойдет уверенное закрепление ниже отметки 4330, подтвердятся риски развития падения ниже. В этом случае возможной целью снижения в ближайшие недели станет район минимумов с мая, т.е. с значением 4150 пунктов. Наибольшие потери на прошлой неделе были у Nasdaq 100, индекс просел на 3,6%. Данный индикатор, как и S&P, на грани глубокой коррекции. Итак, в пятницу фьючерсы на Nasdaq опускались ниже показателей 14700. Ранее 26 июня и 18 августа эта зона действовала как опорный уровень для разворота в сторону роста. Однако со временем становка усложнилась. Если в июне это было лишь короткое замедление на пути вверх, то в августе это стало отголоском попытки удержать аптренд. Медведи во второй половине сентября показали, что они доминируют. Сначала продавцы решительно опустили индекс ниже ключевого значения, а после заседания ФРС утянули Nasdaq почти на 4% ниже. Кстати, в пятницу, как это часто бывает, можно было заметить короткий момент фиксации прибыли, который создает иллюзорные ожидания. Если индекс закрепится ниже 14700 в первой половине этой недели, это может послужить сигналом к дальнейшему снижению. Потенциальные цели такого движения уровень 13930 и 13900. Их можно будет увидеть к середине октября. Все же есть вероятность, что рынок найдет поддержку в ближайшие сессии. Даже если предполагаемая коррекция для Nasdaq и S&P будет полностью реализована, важно не забывать, что мы по-прежнему остаемся внутри бычьего тренда. Может быть, финансовые регуляторы станут более сдержанными в своих заявлениях касательно состояния экономики, учитывая, что они часто связывают ее с колебаниями на рынке. Ну а мы продолжаем следить за ситуацией, чтобы вы всегда оставались в курсе всех событий. Не забывайте подписываться на канал и комментировать видео, ведь мы работаем для вас, снимая самые актуальные выпуски каждый день и каждую неделю. На этом мы завершаем наш выпуск. До новых встреч!